Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Прежде чем начать на него встречать, я бы хотел сказать следующее. Вы пишите о том, что у вас были сессии с психологом, вот если я правильно понял, и не одна. Вы разбирали с ним или с ней первичную ситуацию, приходя к каким-то решениям. Я думаю, что если у вас как-то сохранилась вот эта связь, то есть если у вас осталось вот это, значит, взаимодействие с этим человеком, с психологом, то я думаю, что было бы лучше, если бы вы поработали бы с ним, потому что психолог он, в силу того, что знает вас, мог бы дать вам вот те самые направления, которых вы хотите. А начинать вот в данном случае что-то новое, то есть начинать работу с новым психологом. Ну, на мой взгляд, может быть проблемы, может быть проблемы, потому что, ну, не всем это дается легко, вот. И не все, ну, как-то, значит, хотят, да, не все готовы тратить на это, так скажем, свое время. Поэтому я думаю, что в первую очередь я бы хотел обратить ваше внимание, конечно, на это, на вот этот момент, потому что, ну, если вы уже работали с психологом, вот, то лучше, конечно, продолжать работать с ним, вот, на мой взгляд, по крайней мере. Дальше. Вы пишите, у меня случилась ситуация, в которой я каждый день чувствую себя самым последним человеком в мире, да? То есть что вы здесь делаете? Вы здесь себя бичуете, вы здесь занимаетесь вот как раз самобичеванием, вот, и это разновидность аутоагрессии, то, что вы описываете, вот. Связано это с тем, что вы эту самую аутоагрессию, вот, подавляете. А изначально она направлена на, ну, кого-то, кого-то другого, да? Вот. То есть, ну, например, направлено на вашего молодого человека, с которым вы в отношениях, допустим, прямо сейчас, да? Вот. Поэтому я думаю, что одним из направлений работы может стать как раз-таки, значит, выделение, вычленение, если хотите, ваших чувств. Вот. И выражение их, выражение их, выражение, вербализация, в первую очередь и так далее. Вот. Потому что нужно понимать, нужно понимать, вот, что если вы, вот, обещаете себя, вот, то это то, что предназначается, ну, как-то вот, другому человеку. Вот. Вот. Это предназначается другому человеку. Это не предназначается, вот, в этом смысле, вам. Вот. Потому что человек, значит, сам на себя, да, вот, такие. Чувства направлять не будет. Вот. Находясь в отношении с парнем, которые периодически были сложными для меня, я в какой-то момент начал поддерживать общение с бывшим парнем. Ну, что же. Здесь вы, по сути, говорите о том, что ваши отношения с мужчиной, которым вы, как бы, находитесь сейчас, в отношениях сложнее. То есть, по сути, вы говорите здесь о том, что они для вас непростые. Вам в них, ам, тяжело, ну, вам, вам тяжело в эти, ам, в этих отношениях, по сути. Так. Вот. И возникает вопрос? Тогда. Да? А что такого тяжелого в, ну, вот, в ваших отношениях? Давай. Что такого в них трудного, для вас. Чем они сложны. Во, вот. Это нужно увидеть, нужно постараться это взаимодействием с бывшим парнем вашим, вот, связано с тем, именно, что вот вас, грубо говоря, что-то не устраивает. То есть, ну вас вот что-то не устраивает в этих отношениях. А что именно не устраивает в этих отношениях? Нужно посмотреть, постараться увидеть. Потому что, судя по всему, вы этого не замерзаете. Судя по тому, что вы пишете здесь, и судя по тому, что вы пишете дальше, проблемы в ваших отношениях с настоящим молодым человеком являются, ну, скажем так, системными. То есть, что это значит, что значит системные? Системные это значит повторяющие, они повторяются. Вот, и то, что вы выбрали в качестве решения этих проблем взаимодействия, значит, с бывшим. Говорит о, с одной стороны, значит, вашем избегающем типе, то есть вы такой вот, довольно-таки, значит, ну, избегающий тип личности. Вот, вы, вероятно, руководствуете страхами, руководствуете разумом. Вот, свои желания вы выражаете в форме, значит, ну, претензий, вот, по отношению к молодому человеку. И также, вероятно, вероятно, вы от него завидите, вот, ну, вот, в какой-то степени. Тут я не могу, конечно, ничего утверждать, вот, то есть, это нужно, ну, подтвердить, что это действительно так. Вот, то есть, нужно увидеть, что это, ну, соответствует реальности. Ну, вот, пока что выглядит всё именно в таком ключе. А, да, всё, ну, вы, значит, начали поддерживать общение с бывшим парнем. Как бы, из какого, какого мотива, то есть, чего хотелось вам. Общения было мало, но пара раз повиделись, в итоге этого хватило, чтобы один из дней я напил, а с ними переспал. Да, безусловно, это неприятно, но, естественно, вы можете сколь угодно себя винить в том, что вы сделали. Вот, и как-то, значит, ну, как-то, как-то, отрицать то, что вам, ну, то, что вы сделали, является следствием вашего обращения с потребностями. То есть, вы напились и переспали, значит, ну, с мужчиной, вот, по той причине, что вы были неудовлетворены, вот. Что у вас, у вас, было напряжение, довольно, довольно сильно, довольно сильно напряжение у вас было. И это напряжение сильное вы сняли вот так, вот вы его сняли так, как могли, так, как умели, так, как хотелось. При этом, не очень, судя по всему, вы понимали и понимаете до сих пор, что послужило мотивацией для Apple. Вот, то есть, то есть, что послужило основой для Apple, вот. А Apple было бы очень неплохо увидеть. Ведь не просто так вы напились, не просто так вы приспали, и не просто так вы последовательно начали себя винить. Потому что потребность была удовлетворена, а конфликт, ваш конфликт, он остался. Никуда в этом смысле не идет, он никуда в этом смысле никуда не ушел. Вот, понимаете, да? Вот, он никуда не ушел, никуда не исчез, этот конфликт. Вот, и в этом смысле наша задача, на мой взгляд, заключается в том, чтобы помочь вам увидеть, что это за конфликт такой. То есть, что, вообще говоря, вас тревожит, что вас беспокоит и так далее. То есть, то есть, вот этот момент, этот момент, момент, очень важен. А не просто история о том, что вот вы совершили какую-то ошибку и все. На утро я знал, что произошло, я сломалась. Если вы сломались, значит, вы к этому шли. Значит, вы шли к тому, чтобы у вас наступил определенный кризис. Кризис. Кризис в восприятии себя. Кризис в отношении к себе. Вот. Ну и так далее. То есть, вы к этому шли. И вы хотели сломаться. Потому что, в данном случае, то, что вы сломались, означает одно, что вы что-то себе позволили. Лично мне кажется, что вы сломались тогда, когда вот напилис. В первую очередь ощутил это как предательство себя. Правильно. Потому что, если были какие-то пообредности, вы их удовлетворили, но удовлетворили не так, как хотели. Это предательство нас. Это верно. Поняла, что не хочу ничего абсолютно с бывшим и поняла, что я предатель. А вот здесь интересный момент. То, что вы не хотите ничего с бывшим, но с бывшим это еще не факт. Потому что из вашего текста мне показалось, например, что у вас как будто бы есть некоторые чувства к нему. Да, может быть эти чувства и такие вот, ну как-то не самые очевидные здесь, но то, что они есть, то, что они есть, это на мой взгляд совершенный факт, что они есть. Вот. Поэтому это нужно подтвердить, что у вас действительно нет чего с бывшим, но вы называете себя предателем. Это означает, что, первое, вы оспариваете какие-то свои бабочки, потому что они не вписываются в какой-то ваш образ собственный себя. А во-вторых, это означает, что вы, вероятно, злитесь, вы, вероятно, злитесь на, опять же, своего настоящего нового человека и, вероятно, в чем-то на бывшего. Почему вы злитесь? Опять же, это, на мой взгляд, связано с тем, что вы чрезмерно зависите от них. Я обратилась к психологу, было решено не ранить моего парня. Правда, это решение было сложным, но, так как я понимаю, что ничего больше иметь в бывшем не хочу, то пора уже завершить это общение. Ну, опять же, вот вы говорите, не ранить моего парня, правда. Знаете, как это звучит для меня, да? Это для меня звучит так, что я не расскажу тебе, что это я, да, сделал тебе больно, вот, не расскажу тебе об этом. Но, и не расскажу тебе о том, почему мне захотелось сделать тебе больно. Совершенно не обязательно говорить вашему парню правду, если не хотите, вот. Но, то, что между вами, то, что у вас есть проблемы, то, что эти проблемы нужно решать, и то, что вам с парнем нужно к психологу, возможно. Это абсолютно точно. Измена, ваша измена, это всего лишь следствие. И воспринимать ее нужно именно так. И значение ей вы придаете только потому, что не видите проблему, которая лежит в ее основе. Вот, и когда человек это делает, то есть не видит проблему, лежащую в ее основе, то он фиксируется на внешнем, ну, на внешних факторах, скажем так, да? Вот, это выгодно, потому что избегается основная трудность. Дальше, значит, так как понимаю, что ничего больше уметь не хочу, пора уже завершить это общение. Вот опять, вы вроде бы говорите, да, что общение завершить пора, но в то же время у меня есть чувство, что вам что-то хочется от бывшего. Вот. Расстались мы с ним три с половиной года назад. В это время он мог появляться в моей жизни, ему никогда не нужна была я. Скорее, какое-то удобное общение. То, что вы говорите, что вы ему не нужны, свидетельствует о том, что вы хотите быть нужны. Отношения построены на, вот как раз, потребности человека в том, чтобы быть нужным, да? Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, являются проблемы. Почему? Почему проблемы? Почему проблемы? Проблема делается потому, что, опять-таки, человек, ответственность за то, чего он хочет сам. Вот. Вы хотите, ну, чувствовать себя нужной, важной и значимой. Вот. Вы этого всего требуете от кого-то во мне. Понимаете? А по факту, по сути. Вы блокируете в себе данную тенденцию, то есть показывать, что не вот вы кому-то нужны, а не вот вы кому-то нужны. А что человек нужен. То есть человек ценен. То есть вместо того, чтобы стараться подтвердить свою собственную ценность, вам можно подчеркивать ценность другого человека. Вот сейчас имя Богдала, например, подмечайте его какие-то стороны позитивные, ну и Богдал. Опять же, вы этого не делаете. Вот. И отсюда такая вот проблема у вас в отношениях, получается, с мужчинами, что вместо вот такой вот естественной тенденции, да, вы такую вот деструктивную и говорите, что удобное общение. Вначале меня это не особо напрягало, но с появлением новых отношений все изменились. Вот тут опять же момент, на мой взгляд, связанный с тем, что вы не очень хорошо чувствуете свои личные границы. Вот. Я поясню, вот с чем это связано. Значит, вы говорите, что меня это не особо напрягало. Ну, если вас это не особо напрягало, так в таком случае, почему вас стало это напрягать после начала отношений? Да? Если вы не планировали, допустим, сближаться с бывшим молодым человеком, так получается странно. Получается, что мы всегда рассматривали как, ну, вариант для себя, как возможность для себя, вот, до тех пор, пока не появился другой вариант, вот, в лице настоящего молодого человека, да, с которым вот мы и встречались в отношениях. И вас это вот стало беспокоить, вас это вот, значит, стало напрягать, потому что, ну, как бы, конфликт, появился конфликт. Вот. Понимаете, да? Так что здесь ситуация довольно-таки понятная, но от того не меняющаяся. То есть ситуация ясна, но она не становится от этого менее проблематичной. Вот. Дальше. 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 Я очень отвратительное себе это сделало. Мне мерзко, что только так я поняла, что на самом деле хочу быть в тех отношениях. Я думаю, что через какое-то время, побыв в отношениях с вашим настоящим молодым человеком, вы вновь будете ощущать неудовлетворенность. Потому что, как бы и что бы сейчас вы не думали, вот, проблема между вами остается. А вами сейчас, на мой взгляд, руководит немножко другая история. Вами руководит, ну, например, страх остаться одной, допустим, как вариант. Вами руководит, какие-то потребности руководят. И, да, вами руководит чувство винное, что вот вы сделали что-то плохое. Я повторюсь, что, значит, вот в основе такого самообвинения лежит игнорирование собственных потребностей. Но, вы запрещаете и, ну, не даете, вы не даете себе, почему-то, право на ошибку. Вот. Это очень интересный момент, как мне кажется. Почему, почему вы не даете себе право на ошибку, на ошибку, запрещаете себе, ну, ошибаться. Да, вы поняли, ну, вот, поняли вы, условно говоря, вот, то, что, то, что, то, что поняли. Вот. Вот. Ну, хорошо, что вы смогли это понять таким способом. Другие не могут вообще никаким, никаким способом это, ну, как-то вот для себя понять и увидеть. Так что, то, что вы поняли для себя это вот так, неплохо, но вы себе это запрещаете. И мой вопрос заключается только в одном. Да? А почему, почему? Почему вы запрещаете себе ошибку? Вот. Запрещаете себе, значит, ну, вот, получение и приобретение опыта. Вот. Запрещаете себе развитие, да, развитие таким образом, таким образом, вот таким. Непростым. Может быть, может быть, да, тяжелым, но таким. Вы себе это запрещаете. Будь вы внимательнее к себе, вот, этого бы не произошло. Но, ну, возможно, тогда бы случилось то, что вы бы со своим, эээ, настоящим молодым человеком уже расстались бы. А осталось бы, почему вы боитесь. Вот. Потому что, эээ, потому что, эээ, потому что, эээ, довольно мастерски вы не описываете, чем отношения с молодым человеком для вас, эээ, является сложным. Что касается обращения, то здесь, вероятно, у вас идет обращение, направленное на кого-то из мужчин, эээ, ну, ваших мужчин. Эээ, понятное дело, что, я не могу, не могу сказать вам, эээ, эээ, что это там, что это? Вот. То есть, с чем связано это чувство. Но, на мой взгляд, что-то в одном, в одном из мужчин, а может быть и в обоих, что-то вам очень сильно не нравится. Повторюсь, эээ, довольно сложно сказать, что вы. Разные эти люди, так или иначе, над вами доминируют, а может быть, может быть, есть и какие-то другие, эээ, проблемы, вот, на которые, вот, вы сейчас, эээ, в целом не обращаете внимания. Хотя, это, проблематика, ну, такая, она, довольно, эээ, серьезная. То есть, то есть, вам необходимо здесь увидеть, что отвращение, что вы чувствуете к себе, предназначено другому человеку, кому-то из ваших партнеров. А теперь представьте себе, что вы к кому-то чувствуете отношение, к бывшему, может быть, который общается с вами, да как ему удобно, к настоящему молодому человеку. Вот представьте себе, только вы обращаете к себе, что вы чувствуете это самое обращение, вот, как вы будете себя, ну, как вы себя видите? Как вы видите себя, вот, в таком ключе, вот, если мы говорим, ну, вот, конкретно, да, про отвращение. То есть, какая вы, когда, эээ, испытываете отвращение к кому-то, какая вы, нравится ли вы себе в этом амплуа, позволяете ли вы себе быть в этом амплуа или нет? Ну, вот, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, нет, на мой скромный взгляд, вы себе не позволяете эти чувства, да, выражать. Отсюда, отсюда ваши трудности, отсюда ваша проблематика, вот. Так что, здесь, вот, я бы сказал, что одно связано с другим. Вам, возможно, это будет довольно сложно принять, вот, тем не менее, это чувство, чувство отращения, а, иными словами, желание держать побольше кого-то, да? То есть, ну, то есть, вот, желание держать подальше, ну, например, человека какого-то, я имею в виду рядом с вами какого-то человека. Вот, вот, вот это желание вы себе подавляете. Дальше. Так, значит, тех отношений, к которым я хочу, хочу развивать их и дать всевозможную любовь. Ну, я, конечно, вам верю, что вы этого хотите, я верю вам. Вот только, на мой взгляд, звучит это немножечко как-то вот, не знаю, как-то вот неискренне. А раньше не хотели давать любовь, захотели только, только сейчас, вот. То есть, захотели давать любовь только после того, как начали бояться потерять. Так это не совсем про любовь вообще-то, но вот это больше про страх потери, понимаете? Какая, какая, какая штука, вот. Дальше. Так, мой внешний молодой человек старается меня изолюбить, я теперь ощущаю, что не дослуживаю его любви. Ну, как я и сказал, это внешнее проявление того, что кто-то не дослуживает любви вашей. Вот. Только непонятно, почему молодой человек старается меня изолюбить. После психолога у меня начали появляться в голове новые мысли, взгляд на мир, я поняла, как важно иметь границы, как можно, как плохо быть скрытным, что я не хочу больше делать больно людям. Хочу думать головой, ценить себя и не разменивать хорошие отношения, надо наразовывать связь с бывшей, которой сам со мной по сути воспользовался. Ну, во-первых, здесь чувствуется обида, обида на бывшего, вот, это первое. Второе, личный границ, как мне кажется, у вас нет все еще. Вот, там, такой момент, хоть и может быть, вот, неприятный для вас, но, тем не менее, вот. Людям, боль, боль, боль другим людям, вы причинять будете, потому что проблема причинения боли, она не ваша. Проблема причинения боли исключительно проблема того, кто ее чувствует, то здесь вы берете на себя ответственность за другого, вот. Если вы берете на себя ответственность за другого, то с личными границами у вас есть как раз таки проблемы, вот. Дальше. Какие именно новые мысли и взгляд на мир не совсем понятны, а что касается того, чтобы быть скрытной, то что-то скрывать и умалчивать – это нормально. Честность не есть правдивость. Я хочу думать головой, если не себя, пишите вы. Ну, одного желания мало – это работа. А если человек не думает головой, значит, у него есть, ну, скажем так, скажем так, у него есть какие-то актуальные потребности, у этого человека. То есть, ну, не получается в этом смысле, да, думать головой, когда ты чем-то озабочен, вот. Ну, то есть, вот, в прямом смысле этого слова, озабочен, то есть, когда тебя что-то беспокоит, да, когда тебя что-то волнует, просто пишите вы, выглядит так, как будто вы хотите себя заставить, заставить себя думать головой. То же самое касается, в принципе, и тенденций к тому, чтобы себя ценить, вам нужно почувствовать себя. Дальше. Не разменивать хорошие отношения на одноразовую связь. И хорошие отношения и одноразовая связь ничем не отличаются, если вы не воспринимаете человека как личность. А вы не воспринимаетесь как личность обоих парней. Мне так показал. Показал. Бывшего, понятно почему, а не бывшего, потому что он должен меняться и стараться. Вот. Это низкое то, что я сделал. Вот это вот злость подавленная. Я начала проводить работу внутри себя, но мне осталось следующее. Какую работу? Какую именно? Бывший после этой связи начал чаще писать. Так же не вести диалог, мы и раньше не общались. Вот. А в раз-два только к себе. Я очень сильно испугалась. А чего. Вот. Так, ну, то что мы все делали, это опять же проблематика личных границ. То есть, ты убегаешь, я обогоняю, я обогоняю, ты убегаешь. Вот. Дальше, вебись я очень испугалась. А чего? Вот. Попросила его разговоры. Как-то вот целый из позиции снизу вверх тут обесценивать себя. Признаться ему в том, что у меня отношения не смогла. А почему? Почему? Что такого здесь? Вот. Трудно ощущать себя в этом собране. Правильно, потому что в первую очередь вы обманываете саму себя. Вот. И не говорите про факты. Просто понимаете, дело не в отношениях, а в том, что вы чувствуете. Вот. Ощущение себя очень плохо и продолжения не хочу. Я только так ощутился, что в это время мы поддерживали непонятное общение в начале полной моих иллюзий и надежды. И вот очень печально, что я решил начать меня освозить после измен. Почему печально, не очень понятно. Вот. Только вот пишите, что поддерживали непонятное общение, а что значит непонятно? Это значит, что вы ориентированы на другого человека, а не на себя. Не на то, что вам хочется или не хочется. Вот. Вот когда все понял, такое общение мне не подходит. Больше не будет меня зло, но в прошло время в течение нескольких дней он по вам несколько раз и звонил. Опять же, вы как будто бы ждете чего-то от него. Прямо как-то рассчитывать, что человек вас поймет, услышит. И так далее. Вот. С ним тяжело разговаривать. Почему? Я вообще не понимаю, что у него в голове, да я разбираться больше не хочу. Ну, вы противоречите сами себе. Немножко. Вот. Но я себя так уронил низко. Избрана, что я могла просто прекратить это общение, ничего не бояться. Теперь я боюсь, что кто как-то узнает о моих отношениях, кто расскажет. Я люблю, что хотите рассказать вы. И, в первую очередь, очень важно увидеть, что стоит за этой тенденцией, что рассказать. Вот. Не знаю, что мне делать и как свести общение в бывших к минимуму. Ну, тут, на самом деле, все просто. Все просто. Тут поговорить с парнем и рассказать, что как есть. Вот. Только вам необходимо к этому прийти самой. Вот. То есть, не так вот, что вам кто-то сказал, да, и вы это сделали. Нет. А именно самой прийти к этому. Именно к моему. Вот. Чтобы вы увидели, что, ну, что вы хотите рассказать к парню. И что за этим у вас стоит вот совершенно такое определенное чувство. Я боюсь, что если жестко мне буду рассказывать, она начнет больше пытаться узнать про мою жизнь. Я знаю, что сама все разрушила, но все еще пытаюсь спасти. Спастись. От этого и не заслуживаю. А скажите, пожалуйста, в смысле вы пытаетесь спастись? От чего или от кого вы пытаетесь спастись? Как мужчина, либо тот, либо другой, может вас от чего-то спасти и позвольте узнать? Не слишком ли много значения в принципах? Вы предаете мужчину. Почему вы воспринимаете мужчину как спасителя? Ну, кого-то из них. Да? Вот. Что в вашей жизни, вот, как-то вот, ну, настолько сильно, зависит от, ну, мужчин, да? Можно, наверное, так сказать. Я разрешил себе спасти настоящие отношения и работать над ними при условии, что я больше не имею никаких связь с бывшим. Честно говоря, мне очень интересна ваша формулировка. Разрешила себе спасти настоящие отношения. Раньше вы запрещали себе их спасать? А почему отношения вообще нужно спасать? Что это за отношения, которые нужно спасать? Ну, вот, понимаете, да, вот, как мне кажется, как мне повторюсь кажется, вот. Вы, вы в этой ситуации очень сильно боитесь остаться. Вот. И это, конечно, очень серьезная проблема. Вот. То, что вы боитесь остаться. Спасать отношения. Вот. Спасать отношения не нужно. Нужно учиться быть свободным. Самостоятельным. Как бы, ну, опирающейся, да, на себя. Вот. А этого же, этого же ничего не происходит. Ну, и в целом, как я уже сказал, вы себя очень сильно обесцениваете. То есть, запрещайте себе злиться на кого-то. Запрещайте себе чувствовать злость и непринятие кого-то из ваших, судя по всему, близких. Вот. Вот. Это нужно, на мой взгляд, попытаться увидеть. То есть, это нужно попытаться увидеть, что именно, как вы блокируете себе. Потому что обесценивание у вас очень много. Очень много обесценивания к тебе. А это означает злость. Это означает отращение. Это означает непринятие. И это означает вашу целостность. То есть, то, о чем вы говорили раньше, возможно, только если вы признаете то, что вы злите на кого-то. И это выразите. И да, это обязательно может причинить боль другому человеку. Это правда. Дальше. Так. И вообще отдаю себя отчет в своих действиях, веду себя уважительно и бережно к партнеру. А раньше вы себя так не видели. Ну, опять же, это похоже на то, что вы испугались. Как только я пытаюсь это воплотить, резко стало на бывшему. Такие у вас отношения. Причем, ну, не в плане отношений, а просто, как будто бы ему правда стало неудобно, если я к роду ухожу. Ну, правильно, если бы он изъявил желание с вами быть в отношениях, вот, если бы он изъявил вот такое желание и проявил бы такое намерение быть с вами в отношениях, то, вероятно, вы, как минимум, предсмотрелись бы к тому, чтобы к нему уйти или к нему вернуться. Вот. Да, вы этого не говорите, но очень-очень сильно на это похож. Вот. Понимаете, какая штука. Вот. Поэтому, тут только психотерапия и разбираться в себе. Спасибо, что вы получили, мне очень сильные желания, спасибо, да. Что касается стыда, то же самое. Вот, скажите, вам не хотелось, например, обвинить, допустим, ну, допустим, кого-то из ваших вот мужчин в чем-то. Не хотелось бы вам выразить злость кому-то, кому-то из них. Постарайтесь честно ответить себе на этот вопрос. Это очень важно, чтобы вы это увидели. И вы увидите, что кооперация, когда, когда вы будете это выражать, вы увидите, что сеть будет становиться меньше. С остальным я согласен своим коллегой Кудрячевым Игорем Леонидовичем, что действительно вы не любите, скорее всего, ни того, ни другого парня. Потому что, ну, в общем-то, вы не говорите о том, что вы их любите. Вот. А уважительные и бережные отношения для нас возможно только, если вы, если вы опасаетесь человека потерять. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Игорь Негода. Удачи. Продолжение следует...